Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Упали прямо на строителей. В Барнауле два человека погибли при обрушении плит на строящемся объекте. Еще около ста мобилизованных планируют отправить из Бийска в ближайшие два дня. Журналисты Алтайского края начали проходить медицинскую подготовку, для чего сотрудников СМИ учат останавливать кровотечение. Начнем выпуск с чрезвычайного происшествия. Сегодня в Барнауле погибли два человека при обрушении крыши строящегося здания. Сразу же после наш корреспондент выехал к месту происшествия. И вот что удалось узнать. Чемпой произошло здесь, на проспекте Калинина, на строящемся объекте, который вы видите за моей спиной, при монтаже крыши упали бетонные плиты. Погибли двое рабочих. После происшествия к месту стянулись криминалисты, следователи, прокуроры. Сейчас ведется сбор информации, опрашиваются свидетели. А также выясняется, насколько было соблюдено трудовое законодательство и правила введения работ. На данный момент удалось выяснить, что погибли двое рабочих 1960 и 1974 годов рождения. За нарушение правил безопасности при введении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерти двух лиц, уже возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном комитете Края. Около ста мобилизованных планируют отправить из Бийска в ближайшие два дня – 19 и 20 октября. Об этом сообщают наши коллеги из Бийского рабочего. На этот раз провожать будут тех, кто принял решение самостоятельно мобилизоваться. Перед отправкой в зону СВО мужчину будут проходить боевую подготовку воинской части в Валейске. Напомним, в конце сентября из Бийска в Омскую военчасть уехали три группы мобилизованных граждан, а 12 октября проводили офицеров в запасе. Вместе с ними отправились офицеры из соседних районов – всего около 20 человек. По словам губернатора, 6 октября Алтайский край выполнил план первого этапа мобилизации. Мужчин из региона отправят в зону боевых действий к началу ноября. Пока они проходят боевую подготовку в учебном центре в Омске. К слову, сейчас там бойцы вовсю проходят адаптацию, причем не только военную. Так, бийский рабочий пишет, что среди мобилизованных в Омском полевом лагере много заболевших. Это происходит из-за погодных и походных условиях. В палатках жарко, в поле сильный ветер. Врачи рекомендуют мужчинам следить за состоянием своей формы, утепляться и по возможности ставить прививки от гриппа. В лагере есть прививочные пункты. Алтайский край намерен активизировать сотрудничество с Сахалинской областью. Сегодня наша делегация находится с рабочим визитом на Сахалине. Несмотря на то, что регионы разделяют 4000 километров, они довольно тесно сотрудничают. К примеру, в сравнении с 2019 годом, в 2021 в полтора раза выросло количество алтайской муки, поставляемой на Сахалин. В три с половиной раза крупы выросли и поставки растительного масла. Помимо продовольствия, местные предприятия также отправляют на восток алтайские трансформаторы, котельное оборудование, газосварочную аппаратуру, а также парфюмерно-косметическую и фармацевтическую продукцию. А из Сахалина на Алтай в основном поставляют рыбу и икру. В ходе визита делегации обе стороны выразили заинтересованность в том, чтобы увеличивать объемы совместной торговли и укреплять дружеские связи в других сферах. Общественно полезный труд, исключенный из школьной программы, может вернуться, если общественность и школа найдут взаимопонимание. Во всяком случае, такая дискуссия ведется среди экспертов и журналистов. Этой теме был посвящен круглый стол, прошедший в Троицком районе. В обсуждении приняли участие Министерство образования Алтайского края, педагоги, представители муниципалитетов и депутат Госдумы Александр Прокопьев. О чем договорились участники встречи, а также о лучших практиках общественно полезного труда детей и молодежи в сюжете Елены Макаренко. Ну вот это наш пришкольный участок, на котором мы выращиваем морковь, свеклу, помидоры, перец, капусту, фасоль. Сколько всего соток? Ну примерно здесь, наверное, соток 12 будет. Пять видов ягод, несколько сортов яблок и плоды десятка овощных культур выращивают на прилегающей территории школы. Производители сельхозпродукции все, без исключения 155 учеников учреждения. Младшеклассники шелушат фасоли, выполняют другую несложную работу, дети постарше и копают, и сажают, и собирают урожай. А из тыквы что делаете? А из тыквы делают каши у нас, мокшенная каша, из тыквы очень дети любят. Напитки из собственных ягод, салаты из натуральных овощей. Каждый день из качественных продуктов в школьном меню разные блюда. Их на вкус оценили и участники круглого стола, посвященного возрождению трудового воспитания учащихся. Вкусно, полезно и при этом недорого. В среднем в день обходится 38-40 рублей, с учетом того, что ежедневно мясное блюдо. И плюс нарезки овощные или салаты. Таким образом, школьные приусадебные участки являются не только площадкой для трудового воспитания, но и важным социальным проектом, который позволяет улучшить качество школьного питания и снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Все новое, хорошо забытое, старое. Поэтому необходимо развивать и действительно питаться качественно и со своего огорода. Размеры школьных участков разные – от 2 до 25 соток. В своей технике, как правило, у школ нет. Поэтому где-то используют наемную, что-то ребята делают сами, с письменного согласия родителей. Несмотря на отсутствие каких-то нормативно-правых документов, и сегодня бы нам с вами об этом сказала и прокуратура, да, и я думаю, что вы сами изучали этот вопрос, знаете, что вот их таких вот жестких документов нет, все на основе добровольчества. Так, например, в Кытмановском районе 14 школ и во всех выращивают овощи. В Тогульском урожая хватает не только для школ, но и для четырех детских садов. В Троицком районе, где проходил круглый стол, из 20 школ только в 12 используют приусадебные участки. А в Зональном всю овощную продукцию закупают, ссылаясь на то, что родители школьников выступают против общественно-полезного труда. Должен ли общественно-полезный труд стать обязательным, что нужно предпринять, чтобы сделать отношение к труду более позитивным и ответственным? Эти и другие вопросы тоже обсуждались в ходе круглого стола. Динамика физического развития учащихся, занимающихся трудом на пришкольном участке, показывает положительное влияние физического труда на ученика. Если в пятом классе многие учащиеся с трудом усваивают трудовые приемы, то к окончанию школы имеют уже достаточно сформированные умения и навыки, связанные с выращиванием культурных растений и работой с садовым инвентарем. Очевидно, нужна новая программа, которая не просто приучает к труду, а формирует экономическое мышление, основанное на практическом опыте. Учит прогнозировать и объективно рассматривать риски, оценивать и рационально распределять ресурсы, осваивать разные приемы агротехники. В целом тот опыт, который сегодня был представлен школами сельских районов, он является уникальным. И мы хотим использовать последствия его на площадке Государственной Думы как экспертное мнение для внесения тех или иных поправок в действующее законодательство Российской Федерации. Мы договорились со Светланой Павловной, что Министерство образования и науки Алтайского края обобщит ту информацию, которую сегодня высказали представители школ, подытожит ее, обобщит и в том числе выработает общие подходы и принципы для того, чтобы минимизировать бюрократию в этих процессах. Новая программа, сошлись во мнении участники встречи, должна соответствовать времени и современным вызовам, воспитывать сознательную личность, ответственную и самостоятельную, способную реагировать на любую социальную ситуацию. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. Единое ежемесячное пособие на ребенка введут с 1 января 2023 года для семей с низкими доходами. Это делают для того, чтобы объединить уже действующие меры социальной поддержки. Выплачивать новое пособие будут от беременности женщины до исполнения ребенку с 17 лет. В Минсоцзащите края пояснили, размер выплаты может быть разным 50%, 75% или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В денежном выражении сумма пособия будет составлять от 7 до 14 тысяч рублей. Кому сколько начислят, будет зависеть от степени нуждаемости семьи. Этот показатель определит комплексная оценка. Сегодня мы в Барнауле приступили к монтажу стелы «Город трудовой доблести». Совсем скоро она возвысится над городом, увековечивая трудовой подвиг жителей краевой столицы в годы Великой Отечественной войны. Подробнее в нашем сюжете. Высота стелы – город трудовой доблести, которую устанавливают в Нагор на парке Барнаула более 32 метров. Конструкция тоже впечатляющая. Стальной каркас – железобетонный постамент с облицовкой из гранитных плит и бронзовым декоративным панно. Поверхность стелы украсит историко-архивные фото и документы, а также изображение герба Барнаула и текст указа президента России о присвоении краевой столицы статуса «Город трудовой доблести». Сам по себе этап знаковый, потому что появляется вот такая доминанта на берегу Аби. Естественно, ее надо доводить до конца, дошлифовывать. Тогда она приобретет окончательный, выразительный вид. Металлоконструкцию стелы изготавливали в Москве, откуда ее на днях и доставили. Она станет центральным объектом мемориального комплекса площадью в 345 квадратных метров. На его территорию установят светодиодные прожекторы, скамейки и вазоны с цветами. Общий бюджет расходов на памятное сооружение – 73 миллиона рублей. Мы, наверное, выходим с вами на финишную прямую по строительству этого серьезного объекта. Стелла – город трудовой доблести, знакового объекта для города Барнаула. На сегодняшний день большая часть работ выполнена. Работы по благоустройству территории начнутся в ближайшие дни. Полностью завершить установку стелы – город трудовой доблести планируют к 4 ноября. Дмитрий Дроздов. День с толком. Журналистов Алтайского края начали обучать реанимационным мероприятиям. В списке тех, кто пройдет простую медицинскую подготовку – 20 сотрудников СМИ, в том числе два корреспондента нашей редакции. К чему готовят телевизионщиков, радейщиков и работников газет. Смотрите далее. Тянем ее так, чтобы вся инфицированная поверхность оказалась внутри. Заворачиваем. Вот она, да, выворот получился. Нет, кожу не трогаем. Начали с основ. Каждый потенциально заражен ВИЧ. Именно так медики учат воспринимать всех пациентов для личной безопасности. За партами сотрудники краевых СМИ, участники проекта, журналист меняет профессию. Как измерять давление? Нужно ли сбивать температуру? И почему всю жизнь мы мыли руки неправильно? Какие загрязнения остаются с внутренней стороны и, самое страшное, с тыльной стороны? То есть получается, что вот эти вот части ногти мы вообще совершенно не промываем между пальцем. И самое главное, большой палец, оказывается, никогда практически не принимает участие в тщательной промывке рук. Я была однажды в магазине, человеку стало плохо. Я так понимаю, что, наверное, он страдает эпилепсией. Я растерялась, честно. Я не оказала помощь. Там мужчина подбежал, оказал, все сделал правильно. Ну а вот я стояла просто и смотрела. Когда вы так близко руку подносите, я боюсь. Да я же не со скальпелем. Проект «Журналист меняет профессию» родился 7 лет назад. За короткий период времени сотрудники краевых СМИ осваивали новые для себя навыки. Сначала это были строители, гипсокартончики, штукатуры. Я спрашиваю, ребята, ну а что дальше-то хотите? Что вам самим интересно? И в итоге стали учиться на кого угодно. Девушки стали учиться на сантехников, на вальщиков леса, на сварщиков, на какая там еще профессия, чисто девичьи-то у нас, на автомехаников. Знаю ребят, которые оказывают услуги на дому. То есть, как мужья на час, как это называется. Муж на час сверлит дырочку на раз. Так, за 7 лет журналистов края обучили уже 30 профессиям. И некоторые теперь совмещают новую работу с основной. Кстати, сейчас другую группу журналистов учат эпиляции. Ну а наш курс будет накладывать жгуты, ставить уколы и все эти знания еще нести в свои тексты. У нас на радиостанции мы планируем сделать ряд целых программ, как определить, допустим, прединсультное состояние, прединфарктное состояние, как правильно разместить больного, чтобы наши радиослушатели, может быть, даже прослушав эту программу, где-то для себя что-то нужное и важное, в общем-то, запомнили. Вы сегодня не знаете, где вы будете завтра. И это может быть ситуация, в том числе и специальная военная операция, где наши ребята могут получать ранения, и журналист оказался рядом. И есть аптечка, в которой может помочь облегчить боль, остановить кровотечение. Вот это как раз, если журналист будет обучен этому, он окажет эту первую помощь. Этот год показал, что каждый из нас может в любой момент оказаться в непривычной для себя обстановке. И в свете последних событий, например, навыки сердечно-легочной реанимации, лишними точно не будут. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. Без сценария и репетиции абсолютно спонтанно. Алтайские осужденные вместе с актерами театра зрительских историй «Анапоит» сыграли спектакль. Плейбэк-театр, или иначе театр импровизации, выступил для осужденных, которых приговорили к принудительным работам в Бийске. Почему такая необычная форма взаимодействия благотворно влияет на оступившихся, расскажет Валентина Аскерова. Зрители рассказывают личные истории. Непрофессиональные актеры подхватывают и виртуозно превращают их в художественные произведения, в суть плейбэк-театра. Выступление Барнаульского театра импровизации для бийских осужденных в новинку, но безудержная спонтанность и отсутствие сценария им пришлись по душе. Своими чувствами и эмоциями они охотно делились с актерами. У нас не спектакли, я же говорила, а перформансы, когда люди вовлечены во взаимодействие, то здесь совершенно нет вот этой четвертой стены. Мы постоянно общаемся со зрителями, потому что, собственно говоря, ничего не будет происходить на площадке, если зрители не расскажут. Люди рассказывают тебе свою историю, ты как бы напитываешься этими эмоциями и пропускаешь через себя в этом очень много удовольствия. Особенно если ты отыгрываешь и попадаешь, ты прям видишь, что туда попадаешь человек, а ты видишь его реакцию, это прям супер вкусно. Раскрыться и озвучить свои переживания решились далеко не все зрители. Некоторые из осужденных, прежде чем окунуться в творческий процесс, долго присматривались к театралам. Поначалу я собираюсь, собираюсь, а потом кто-то рассказывал, а потом подумал, надо собраться, тоже рассказать как-то неприлично. Сидишь, ничего не говоришь, все говорят. Вот, и я решил рассказать. Участие в спектакле, активное взаимодействие с театральной труппой положительно влияют на осужденных, отмечают сотрудники службы исполнения наказания. Я считаю, это, наверное, самый, еще раз повторюсь, безопасный способ получения помощи психологической в решении каких-то проблем. Ну и в том числе человек получает не только решение какой-то проблемы, но и, наверное, кто-то поднимает себе настроение. А кто-то получает какие-то дополнительные ресурсы для того, чтобы дальше жить. В ближайшее время театр импровизации продолжит колесить по алтайским городам. Оригинальная труппа планирует выступать не только перед осужденными из правительного центра, но и в колониях. Мария Мацаева, Валентина Аскерова. День с толком. Футболисты «Динамо» Барнаул неожиданно стали настоящим проклятием для команд с вершины турнирной таблицы. «Белоголубые» второй раз обошли лидера всероссийского чемпионата. Как добывалась победа у челябинцев, расскажем прямо сейчас. Уже вторые выходные подряд на стадион «Динамо» приезжают лидеры первенства России. Неделю назад «Белоголубые» обыграли «Иртыш». Команда из Омска шла на втором месте. На этот раз в гости пожаловал Челябинск с первой строчки. Несмотря на травмы ведущих футболистов и отсутствие игроков из-за дисквалификации, хозяева смогли собраться и показать свою игру. Учитывая то, что у нас произошло, что у нас сегодня играли на месте центрального защитника молодой парень, который вышел в профессиональном футболе третью игру, насколько я помню, если не изменяет память, или четвертую. И Максим Русланов, который переквалифицировался из опорника в центрального защитника, изыграл, скажем так, очень уверенно и очень смело. На фоне этих проблем «Динамовцы» уже на 32-й секунде нарушили правила своей штрафной, что привело к пенальти. Его гости реализовали. Потом, к счастью, ребята, скажем так, не то что не сломались в первую очередь, и продолжили, в принципе, играть в футбол. Хозяева перехватили инициативу, и результат не заставил долго ждать. Так называемый «гол» в раздевалку на 45-й минуте забил нападающий «Динамо» Игорь Абрамов. Он же во втором тайме сделал счет 2-1 в пользу барнаульцев. Надо признать, что победил сегодня тот, кто больше хотел, больше желал. После финального свистка трибуны буквально скандировали «молодцы». Видимо, главному тренеру «Динамо» удалось нащупать верный путь для развития барнаульского футбола. Но здесь главное не сглазить. Следующий матч «Динамовцы» вновь проведут на своем поле 22 октября. Их соперником будет сегодняшний аутсайдер «Урал-2». Дмитрий Дроздов, «День с толком». У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует...